Кубок Республики Беларусь, который на прошлой неделе принимал за Славль, завершал с собой сезон у взрослых, скажем так, мастеров весла на республиканском уровне. В Байдарке и Каной в одиночке двойке четверки среди мужчин и женщин проходили захватывающие старты, как всегда принесшие награды представителям Мозорской гребли, воспитанникам филиала Гомельского училища Олимпийского резерва, из Дюшор спортивного клуба Федерации профсоюза в Беларуси и из Дюшор жемчужного полейсия, чей тренер был представителем сборной Гомельской области. Но, конечно же, нашему собеседнику ближе всего были его друзья-товарищи по родной спортивной школе Мозорского нефтеперерабатывающего завода. Вообще, я переживал за своих воспитанников и за своего друга Юрия Мазановича, который выступал в Каной двойке 200 метров. Мне приятно, что мой коллега не только сильный тренер, но и хороший спортсмен, в чем мы все убедились, когда он стал бронзовым призером. Действительное выступление Юрия Владимировича Мазановича и своего воспитанника Артема Мустиновича было незабываемым. И очень трогательно было наблюдать, как на пьедестале почета получали свои бронзовые награды представители разных поколений жемчужной гребли. На Кубке Республики Беларусь приняли участие со своим воспитанником Мустиновичем Артемом. Выступали в Каной двойке. Ранее еще выходили в этом экипаже, пробовали, учил, скажем так, спортсмена техники, прохождения тактики. И вот решили попробовать свои силы, выступить на Кубке и показали отличный результат, заняли третье место. Артем довольно талантливый спортсмен, у него большие перспективы. И когда мы сидим в лодке, скажем так, в экипаже, то мы становимся экипажем, стараемся дополнять друг друга. И здесь уже, наверное, чувствуешь себя более как спортсмен. Ну а после гонки становлюсь сразу тренером и уже смотрим какие-то недосчеты, все ли пошло хорошо уже, то есть разбираем более детально гонку. Юрий Владимирович – спортсмен 1991 года рождения. Его ученик Артем Устинович родился в 2004 году, но между этими гребцами 20 и 21 века есть та незримая связь, какая и объединяет этих замечательных людей. Превращает их в каной в единый экипаж, в настоящую команду с большой буквы. Ну больше всего мне понравилось прохождение дистанции 200 метров. Мы очень старались, завоевали бронзовую медаль, я считаю, заслуженно. Артем, обладающий настоящим даром спринтера, действительно талантлив. И, конечно же, у этого замечательного парня есть в гребле своя заветная мечта. Ну, мечта есть, конечно, это занимать больше призовых мест и быть лучше всех. Не сомневаемся, что мы еще не раз услышим о каной двойке Устинович Мазанович. Как и об их друзьях-товарищах, по с дюшуржем чужно-полесье. Если вспоминать второй этап Кубка Беларуси, то стоит обязательно упомянуть. Обладатели серебряной и бронзовой медали Дениса Потапенко и Алексея Кубовича Воспитанников, Дмитрия Сергеевича Рабинка и Дмитрия Александровича Рябченко. Это представители спортивной школы Мозорского нефтепрорабатывающего завода. А что от других мастеров весла столицы Полесья, Грибцов, Мозорского филиала, Гумельского училища Олимпийского резерва, из дюшур спортивного клуба Федерации профсоюза Беларуси, то об их выступлении позже. Единственное, сейчас следует назвать именно победителя регаты. А именно Алина Евмиржицкая, тезки Свита, Мария Храменко, Никита Саньку, Полина Сухаренко, Виталия Мельника, Анна Налейцкая и Владиславы Скрагановой.